Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Ходят слухи, что происходит с фонтаном в сквере Победы. Фрукты и ягоды вне закона. Как в советском районе Самары борются с теневой экономикой. До чего дошел прогресс. В Самаре прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады по робототехнике. Шестой – посол чемпионата. Экс-игрок крыльев советов Евгений Савин теперь официально представляет Самару. На минувшей неделе самарцы активно обсуждали в интернете, что происходит в сквере Победы между площадью Славы и Самарской площадью. Любимое место отдыха якобы хотят сравнять с землей, а знаменитый фонтан разрушить. Что на самом деле происходит в сквере, выяснила Олеся Корецкая. Сквер Победы сейчас мало соответствует своему триумфальному названию. Проход сюда закрыт. Здесь ведутся строительные работы, и пока они на этапе разрушения. Здесь уже сняли всю плитку. И сейчас с помощью специальной техники демонтируют бетонное основание фонтана. Самарцы по-разному отреагировали на реконструкцию сквера. В социальных сетях появились фото и домыслы, что после ремонта знаменитый фонтан уберут навсегда. Якобы уж слишком основательно его разрушают. Однако большая часть жителей спокойно отнеслась к строительным работам. Я считаю, что можно было бы обойтись, потому что был неплохой фонтан, и самая плитка там была хорошая. Ну, я так предполагаю, что ремонт какой-то вообще нет, не в курсе. В администрации города пояснили, сквер Победы приводят в порядок вместе со всей улицей Молдогвардейской. Фонтан в настоящее время демонтирован. Демонтирована чаша фонтана, демонтированы коммуникации, так как они за несколько лет эксплуатации, естественно, износились. Фонтан, конечно же, останется на месте. Фонтан никто уничтожать не собирается. Точно так же отремонтировали в прошлом году Старозагору. Сейчас все четыре фонтана на бульваре работают в обычном режиме. Тридцатиструйная водная конструкция в сквере Победы должна вновь заработать уже в этом году. Фонтан был хороший. Ну, если обновять, то это обновляют лучше даже. Завершить ремонтные работы в сквере планируют в октябре. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. В Самаре эвакуировали пассажиров со станции метро Кировская. На платформе обнаружили подозрительные предметы. Недоверие жителей вызвали телефон и папка с документами. На место прибыли саперы. Людей эвакуировали. Эксперты обследовали вещи и выяснили, они не опасны. По одной из версий, их по рассеянности метро забыла студентка. Сейчас станция работает в обычном режиме. Однако самарцы обеспокоены тем, что в городе, в общественных местах, постоянно замечают множество полицейских и сотрудников спецслужб. Но жители спешат успокоить. До 22 мая в регионе проводятся антитеррористические учения. Силовики отрабатывают действия по предотвращению терактов. Жителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, которые временно вводятся в местах проведения условных спецопераций. За одну ночь в Самаре сгорело пять машин. Чипы случилось в дворе на улице Старозагора. Пожар потушили оперативно. К счастью, никто не пострадал. Эксперты не исключают версию поджога. С очевидцами происшествия пообщалась Алина Чемерес. Вот начал центр гореть, подбегать. А рядом здесь стояла машина. Вот ее отгоняет человек. И сейчас начинают взрываться колеса. Это видео Денис Смолин снял со своего балкона во втором часу ночи. Говорит, сначала вспыхнула одна машина, потом пламя перекинулось на остальные четыре. Пожарных вызвали очевидцы. Огонь удалось потушить за несколько минут. По словам Дениса, в ту ночь во дворе не происходило ничего подозрительного. Тишина была. Абсолютно тишина. Потом начали убегать люди. Ну, кричать пожар. Все вручные начали машины отталкивать, которые стояли рядом. Выглянул в окошко, смотрит огонь светло. И горят. Потом еще три-четыре взрыва было еще. Второй взрыв был. Я на пиедил. Так, ну, метров на семь вверх. И искры белые, потом красные. К словам очевидцев, первой загорелась вот эта четверка. И уже с нее огонь распространился настоящие рядом автомобили. Звуки взрывающегося оборудования и покрышек разбудили полдвора. Люди выбежали на улицу. К счастью, жители не пострадали. Теперь парковка во дворе на улице Старая Загора больше напоминает автомобильную свалку. Пресловутая четверка сгорела полностью. Ущерб, нанесенный остальным автомобилем, еще предстоит установить. По словам жителей, этот пожар не первый. Примерно полгода назад здесь уже сгорели две машины. Практически на том же месте. Люди рассказывают, с парковками в этом дворе всегда было сложно. Автомобилей очень много. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. В ходе работы на месте происшествия следственная оперативная группа провела работу по установлению возможных очевидцев происшествия, по установлению видеокамер и изъятию видеозаписи с них. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Самаре пожары на транспорте не редкость. С начала года сгорели уже 75 машин. Почти в половине случаев поджог. Эту версию не исключают и сейчас. В ходе опроса очевидцев и осмотре места пожара с участием экспертов судебно-экспертного учреждения испытательной пожарной лаборатории установлено, что очаг пожара расположен в салоне автомобиля ВАЗ-2104. Наиболее вероятной причиной пожара послужил поджог. С места пожара были изъяты образцы грунта для установления наличия средств совершения поджога. Элементы обшивки салона изъяты для установления используемого источника зажигания. По факту ЧП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Очередной рейд по выявлению торговли в несанкционированных местах прошел в советском районе Самары. И вновь несколько протоколов. О том, что торговать у метро нельзя, предупреждали неоднократно. В теневой экономике разбиралась Мариана Мирная. Вы согласны с тем, что вы нарушаете? Да? Понятно. Огурцы, помидоры, клубника, черешня и абрикосы, как говорится, можно, да только не в этом месте. По закону лоток считается нелегальным. Владельцу выписан административный протокол. Жители дома, под чьими окнами каждый день идут в продажи, говорят, здесь бойкая торговля постоянно. Уж больно место проходное. Ну, зачем вот это надо? Ну, зайди ты в магазин, там полно всяких помидоров, огурцов. Ну, я так думаю. Надо очищать, очищать вот от этого всего. Дамское нижнее белье прямо на выходе из метро. Тоже под запретом. Разрешения на торговлю у гостей из Киргизии нет. Да и штраф уже не первый. Сначала заплатила полторы тысячи, теперь придется отдать пять тысяч рублей. Женщина утверждает, денег не хватает, вот и занялась сомнительным бизнесом. У меня муж болной, лежит дома, у меня кроме никого нету, только я один. Я ему сказала, дай, пожалуйста, вот неделю торгуем, я заберу, муж уезжает домой. Чтобы торговать на законных основаниях, предпринимателям необходимо написать заявление в администрацию района и подписать договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары. Стоимость аренды торговой площади – семь с половиной тысяч рублей. Но далеко не все продавцы торопятся узаконить свою деятельность. С начала года документы оформили порядка 15 предпринимателей. С остальными разговор короткий. Сотрудники полиции, которые имеют на это право, составляют соответствующие протоколы. И, скажем, товар у нее изымается, не конфисковывается, ничего, просто изымается. Для приобщения в качестве, скажем так, вещественных доказательств или что-то в этом роде. А после рассмотрения административного протокола данный товар собственнику возвращается. Рейды по выявлению незаконной торговли проходят каждую неделю. И многим предпринимателям штрафы выписывают повторно, а то и в третий-четвертый раз. Оплатить его необходимо в течение 100 дней. Иначе бизнесменам может грозить другое наказание – лишение свободы на 15 суток. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. В Самаре родителям, которые не платят алименты больше трех месяцев, назначают общественные работы. Железнодорожный район приводят в порядок мам-алименщицы. Женщины накопили долги в среднем, каждое по миллиону. Наш корреспондент проследил за исполнением наказания. Татьяне, задолжавшей алименты, из назначенных судом 200 часов от общественных работ осталось совсем немного. Через пару недель отработка закончится. На нее Татьяна вызвалась добровольно. Признаю свою вину, поэтому... А почему так получилось вообще, что... Ну, была проблема найти работу, а вот изменяя обстоятельства. Фронт работы алиментщиц, которые задолжали своим детям чуть меньше миллиона рублей. Уборка дворов и подъездов в железнодорожном районе, где именно решает коммунальная компания. Эти работы только меры принуждения. Долг все равно придется выплачивать. Обязательные работы тоже не освобождают от уплаты задолженности по алиментам. Это как мера принуждения должников к уплате алиментов. Как ни странно, вот, в последнее время возбужденных исполнительных производств именно вот на женщин достаточное количество. Всего в Управлении Федеральной службы приставов на исполнении находится почти 11 тысяч производств по взысканию алиментов на общую сумму 818 миллионов рублей. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. Купол Самара-Арена подчеркнет космическую тематику стадиона. К такому решению пришли участники совещания под руководством губернатора. Слухи о том, что крыша стадиона будет непрозрачной, глава региона опроверг еще на конференции, посвященной пятилетним итогам его руководства областью. И вот теперь тема получила продолжение. Участники совещания обсудили конкретные детали. Бело-серебристая кровля будет построена из поликарбонатных полос 6 метров шириной каждая. Именно это сочетание, по мнению архитекторов, создаст ощущение объемности и легкости и подчеркнет космическую тематику. Тут, правда, надо иметь в виду, что будет виден стадион с разных точек, издалека. Это тоже надо учитывать. Близкого расстояния, условно. И вот все, кто будет ездить по Красной Глине, по Московскому шоссе, крыша будет видна почти вся. На совещании также обсудили оформление нового ледового дворца спорта на улице Молдогвардейская. Его возведение начнется в следующем году. И строительство нового речного вокзала, который должен начать работу к чемпионату мира, подчеркнул губернатор. Кроме того, главе региона представили проект будущего гимнастического дворца имени Алексея Немова. Объект возведут в Тольятти к 50-летию выпуска первого автомобиля. Движение по улице Демократическая в Самаре изменит. Это нужно, чтобы закончить возведение опор путепровода на пересечении с Ташкентской. Андрей Горгуленко увидел, как ремонтируют участок, который соединит две основные магистрали Самары. Еще в начале мая на пересечении Ташкентской и Солнечной был тупик. Но уже через несколько дней здесь откроется четырехполосная дорога длиной 400 метров от Демократической до Солнечной. Когда строители закончат с этим, участком Анея возьмутся за следующий, который продлит улицу Солнечную от Димитрова до Ташкентской. В середине лета этой дорогой смогут воспользоваться только местные жители. Но когда закончится строительство путепровода над улицей Демократической, который соединит между собой два участка улицы Ташкентской, напрямую от Московского шоссе до Солнечной сможет проехать любой житель Самары. Сейчас полностью готовы две опоры путепровода из четырех. Еще одна собрана на 80%. А вот чтобы начать монтаж последней, строители ждут, пока перенесут опору высоковольтной линии электропередач. Одна из них мешает установить бур. В этом, в принципе, сложности. И ждем, пока будет отключение, перенос, и начнем бурить. Из-за монтажа последней опоры изменится и схема движения по улице Демократической. Полосы сдвинут на несколько метров, но их количество не изменится. По две в каждом направлении. Мы делаем сейчас, подготавливаем объездную дорогу, чтобы скинуть движение из города. На срок порядка двух месяцев изменится маршрут движения. Чуть-чуть сместится. В принципе, все рядом, но чуть-чуть сместится транспорт. Также будет две полосы в одну сторону и две полосы в другую. Путепровод длиной 90 метров станет важной частью ремонтированного участка улицы Ташкентской. От больницы Середавина до Солнечной. Проект реконструкции включает в себя дорогу с четырехполосным движением, тротуары, велодорожки и парковки у клиники. На всем участке сейчас работают 200 человек и больше 100 единиц техники. Подрядчики обещают, дорогу откроют уже в ноябре. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Средневековый стиль или хай-тек? Каким будет новое здание для театра студии «Грань»? Обсуждали за круглым столом в Новокуйбышевске. Трехэтажный пристрой к Дворцу культуры оснастят самым современным оборудованием. В мэрии обещали денег не жалеть. О новом доме для «Грани» подробнее расскажет Мариана Мирная. Сегодня на этом месте за Дворцом культуры города Новокуйбышевска расположена парковка для служебного транспорта. Но продлиться это недолго. Здесь будет пристрой, который станет домом для театра студии «Грань». Каким будет здание, пока большой вопрос. Ясно одно – оно будет технологичным, современным и неординарным. Предусмотрят все – зрительный зал на 200 мест, фойе, буфет и необходимые помещения для актеров. А еще гардероб, фальш-этаж для техники, костюмерные, декорационные, грузовой лифт и даже музей. Новые возможности для сценографии и режиссуры откроют новые грани для театра, который не боится экспериментов. Мы очень хотим, во-первых, сохранить ту камерность и атмосферу, которая существует. Поэтому мы планируем, что зал будет не больше 200 мест. Это позволит все равно оставаться в рамках камерного, малой формы, камерного пространства. И с другой стороны, конечно же, мы хотим сохранить и вот это пространство, которое на сегодняшний день будет использоваться и как репетиционное, и как пространство зала для сохранения тех спектаклей, которые сейчас есть. Пока будущее здание театра нарисовано от руки студентами-архитекторами Самарского государственного технического университета. Если идею согласуют, начнется этап проектирования. В мэрии Новокуйбышевска, говорят, при строительстве прислушаются именно коллективу театра, который славит небольшой индустриальный городок на весь театральный мир. Акцент мы будем делать на тех требованиях, которые они будут высказывать. То есть мы сделаем театр именно под них, как бы они это видели. Оснастить их необходимо техническими средствами определенными, потому что сейчас есть, скажем так, интересные в нашем мире. Поэтому наша задача сделать интересный пристрой, технически оснащенный, который бы, опять же, работал на жителей нашей Самарской области. О собственном здании для грани говорили давно, но после того, как театр стал лауреатом национальной премии «Золотая маска», откладывать вопрос уже стало стыдно, шутит министр культуры Сергей Филиппов. Уверяет, денег жалеть не будут. Внутри и снаружи театр будет отвечать современным требованиям. Если мы планируем строить театр, то это должен быть театр завтрашнего дня, учитывая то, что у нас не каждый день такие возможности строить театр появляются. Отдельные благодарности, конечно же, администрации города, которые находят возможности уже сейчас подготовиться к выходу на этап проектирования. Я знаю, что есть планы заняться проектированием уже в этом году. О сумме сметы можно будет говорить только после завершения проектных работ. В это время мэрия Новокуйбышевска займется и поиском инвесторов, которые помогут в реализации смелого проекта. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Умный дом, окно с антидетским датчиком и бур для парковок. Инженерные идеи молодого поколения в одном месте. В Самаре прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады по робототехнике. Чем заняты умы юных инженеров, смотрите в нашем следующем сюжете. Эти малыши еще не автолюбители, но о пробках уже задумались. Придумали специального робота, которого можно вызвать в случае аварии. Машина приедет, сделает фотографии происшествия и направит их в ГИБДД, чтобы разгрузить дорожное движение. Но пока это только фантазия. Она очень реальна. Вы даже не представляете, насколько многие машины хотят оснастить такими маячками. То есть это уже почти на половину реальность. Осталось сделать только такого робота. Робототехническая Олимпиада – это 8 категорий инженерного творчества. В год экологии многие проекты связаны с очисткой от мусора города и водоемов. Одна из интересных разработок – окно, которое открывается в зависимости от уровня влажности воздуха. Но закрывается, если к нему подходят дети или домашние животные. Умный дом придуман не для широкого применения, а для использования на полярных станциях или, скажем, островах. Давайте посмотрим, как же он работает. Вот у меня есть карточка, которая отключит сигнализацию. Вот так это работает. Итак, посмотрим. Здесь есть солнечная батарея, которая обеспечивает подачу электроэнергии, свет, тепло и так далее. Внутри вот эти красные датчики – это инфракрасные датчики, которые помогают солнечной батарее. Если не хватает и этого, в силу вступает ветрогенератор, который вот так вот крутится. Свет зажигается, если человек появляется в комнате, а если покидает эту комнату, то свет автоматически гаснет. С каждым годом количество участников Олимпиады растет. В этом году их почти 200. Свои достижения в сфере робототехники представляют юные инженеры, которым едва стукнуло 6 лет. Это полноценное соревнование, полноценный спорт, который говорит не о физических навыках ребенка, а о инженерно-технических, скажем так, новое мышление. Ребята все как раз примерно пятых-седьмых классов или даже меньше. То поколение, которое максимально заинтересовано в том, чтобы приблизиться к информационным технологиям робототехники. Очень рассчитываем, что к 11 классу это будут уже лидеры не только Российской Федерации, но и международных соревнований. Победители регионального этапа будут представлять Самарский регион на всероссийском этапе в Казани. Те, кто войдет в российскую сборную, отправятся на мировой турнир по робототехнике, который пройдет в Коста-Рике. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Футболист меняет профессию. Экс-игрок Крыльев-Советов повесил бутсы на гвозди и пошел на телевидение комментировать футбольные матчи. Евгений Савин стал шестым послом Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу. Как проходит день у звезды, узнал Сергей Кизоркин. Как-то инертно играет оборона, сегодня играет. Обратите внимание, в три защитника, четыре в центре, два нападающих. Сейчас модно. Модно, да, действительно. Вот тренер разбирается в тактике. Еще вчера он гонял мяч на футбольных полях Премьер-лиги за крылья Советов. А сегодня Евгений Савин – комментатор спортивного телеканала. Телеведущий не удержался и оценил игру городских волонтеров Чемпионата мира в настольный футбол. На этот раз Савин приехал в Самару уже как посол города-организатора Кубка мира 2018 года. Добровольцы от встречи со звездой получили массу положительных эмоций. Он очень общительный, очень задорный, эмоциональный. И зарядил нас очень большими эмоциями положительными. Очень рада, что была на такой встрече. Это очень помогает популяризировать именно футбол в самом городе и, конечно же, в стране. И такие гости – это очень большое событие. Автограф и фотосессия с городскими волонтерами и Евгений Савин отправился на родной стадион «Металлург». На тренировочном поле собрались ветераны крыльев Советов. В 75-летний юбилей клуб организовал матч всех звезд. В белых футболках доморощенные клубышевские игроки, в синих – легионеры. Евгений Савин пришел в крылья Советов из Пермского Амкара. За 4 сезона он отыграл 96 матчей и забил 19 мячей. Рассказывает, все было, как будто вчера. Нахожусь в таком приятном шоке, потому что многих не видел давно, как, например, Гарника Аваляна. Он меня тренировал еще в Рязани во второй лиге. Мы вспоминали там старые истории. И вот, Иржи Ирошика, конечно, Барасу, Ковбу, ну, то есть, ребят Никулина, то есть, ребят, с которыми играл. Ну, и, конечно, ветеранов, заслуженных. Людей тоже очень приятно видеть и приятно выйти сегодня на футбольное поле вместе. Никто не забросил футбол, когда закончили. Все играют, так что никаких проблем. Матч ветеранов крыльев Советов закончился победой команды легионеров со счетом 5-4. Два мяча забил Евгений Савин, посол Самары, города, организатор чемпионата мира по футболу. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла в Самаре. Мастер-класс по фигурному катанию и скандинавской ходьбе провела чемпионка мира Ирина Слуцкая. Наш корреспондент убедился, физкультура помогает рассчитывать на победы и в большом спорте. Даже человек с тяжелым хроническим заболеванием имеет шанс добиться успеха в спорте высоких достижений. Эту истину ежедневно личным примером подтверждает чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Сегодня известная спортсменка дает мастер-класс для детей с сахарным диабетом. Диагноз не приговор и все больше людей приходит на каток. Есть спортсмены с диабетом, да. То, что нужно быть все время под контролем специалистов, это да. Что нельзя самолично взять и отказаться от препаратов, это да. Есть примеры, когда с сахарным диабетом становятся чемпионами. Занятие спортом для людей с сахарным диабетом – это еще и дополнительная терапия. Возможность контролировать уровень сахара, а значит и победить болезнь. Но не дано предугадать, как отреагирует организм на повышение нагрузки. А значит и заниматься надо под наблюдением специалиста. Екатерина Меркулова занимается спортом уже не первый год. В числе предпочтений – фитнес, спортивная ходьба, лыжи с четырех лет встала на коньки. Ну, потому что это интересно, полезно, помогает фигуру привести в порядок. Физическая нагрузка, она очень важна и для любого здорового человека, а уж для человека, у которого есть какие-то проблемы, обязательно нужна. Когда доступны для людей вот такие мероприятия, как сегодняшние, то есть есть информация, что будет, скажем, забег скандинавской ходьбы, или будет марафонский бег, или будут малые лыжня у нас было мероприятие, проведенное одним из благотворительных фондов Самары. Когда есть в доступности такая информация, люди откликаются. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла по многим городам России и в каждом нашла тысячи последователей и детских надежд на победу в борьбе с недугом, а зачастую и на медали в спорте высоких достижений. Алина Чемерис, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. 50 литров крови сдали самарские студенты. Донорские акции проходят в городе постоянно, привлекая все новых участников. Какая кровь ценится больше всего и что нужно, чтобы стать донором, узнала Олеся Корецкая. Сладкий чай, шоколадка и освобождение от занятий. По желанию. Награда студентам за сданную кровь. Тем, кто первый раз, еще и красная ленточка. Но большинство уже доноры со стажем. Оль, как вы себя чувствуете? Хорошо. А то что-то вас так повели, повели. Да нет, просто я в тот раз упала, а сейчас все нормально. Я всегда хожусь за то, чтобы помогать людям. Как бы это главная цель. Даже несмотря на то, что подойдет. Если нужна кровь, надо сдавать, помогать. У себя крови много. Мне от этого ничего не будет, то, что чуть-чуть сдать. А кому-то я, может, жизнь спасу. Чтобы стать донором, нужно пройти регистрацию, осмотр терапевта и сдать кровь из пальца на определение группы. Самая распространенная – вторая с положительным резус-фактором. Самая редкая – четвертая отрицательная. Основные требования ко всем – умеренное питание, никакого алкоголя накануне, возраст больше 18 лет и вес больше 50 килограммов. Есть относительные противопоказания, есть абсолютные. То есть желтуха, сифилис – это относится к абсолютным противопоказаниям. Ну, то есть, чтобы здоровый контингент. Ну, как правило, студенты, студента на 90% – это здоровый контингент. Добровольных доноров на выходе из мобильного пункта встречают волонтеры, угощают, следят за самочувствием. Такие акции Самарский университет проводит два дня на двух площадках у основных корпусов. В день приходит больше 100 человек. Это 50 литров крови. У нас бывают такие мероприятия, когда мы собираемся и сдаем кровь конкретно для какого-то нуждающегося в сию минуту человека. И тогда адресно ребята идут и сдают кровь уже на станции. В следующий раз мобильный пункт приедет к университету осенью, но сдать кровь на станции переливания можно в любое время года. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего вам настроения, отличных выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова